В 1964 году весь мир облетел сенсационную весть о редчайшем открытии в области археологии. На территории Владимирской области экспедиция известного советского ученого, профессора археологии Отто Николаевича Бадера обнаружила вблизи Владимира одну из самых северных стоянок древнего человека. Речь идет о так называемой Сунгирской находке. Стоянка получила свое наименование по названию ручья, протекающего на месте раскопок. Сунгирь – одна из самых богатых и хорошо исследованных стоянок древнего человека во всем мире. В ходе раскопок, которые велись почти 30 лет, было сделано около 70 тысяч археологических находок. Были обнаружены захоронения обитателей стоянок, представившие миру новые уникальные данные об образе жизни, верованиях и погребальном обряде наших предков. Так, в погребениях были найдены останки мужчины и подростков, лежавших головами друг к другу. Анализ останков и предметов быта позволил выдающимся советскому антропологу Михаилу Герасимову реконструировать их внешний облик. И научный мир ахнул. Внешность этих людей ничем не отличалась от современных русских. Известный историк и археолог Андрей Никитин писал, «Сунгирцы являются предками народов Северной и Восточной Европы, поэтому нет ничего удивительного, что они похожи на нас, или, вернее, мы похожи на них». Сунгирцы были одеты в дубленки из натурального меха, отделанные, как бы сейчас сказали, стразами, разоцветными бусинами из костей мамонта. На их телах были и другие украшения – кольца, браслеты, культовые жезлы и обереги. Вооружение сунгирцев состояло из отличных копий и дротиков наконечниками из бивня мамонта. Возраст самого погребения поразил даже ученых-скептиков 23 тысячи лет до н.э., что позволяет его отнести к эпохе Верхнего Палеолита. Это тем более удивительно, что по официальной версии истории данную эпоху большая часть территории русской равнины покрывал многокилометровый ледник. Напомним, что последнее вюрмское оледенение началось около 110 тысяч лет назад и закончилось около 10 тысяч лет до новой эры. Причем около 20 тысяч лет назад был один из его последних пиков. В очередной раз археологическая находка опровергает устаревшие представления об истории нашей Земли. Историю оледенения, как и датировку возникновения на русской равнине развитой цивилизации, необходимо полностью пересмотреть. Проект «Достояние планеты» – это наиболее актуальный перечень памятников далекой древности, о большинстве которых вы даже не слышали. На нашем сайте вы не только можете узнать историю и местонахождение уже известных памятников, но и добавить новые. Заходите на сайт «Достояние планеты.рф». Субтитры создавал DimaTorzok